Зимние куртки и обувь югорчанам убирать пока рано. За ночь в столицу Окуга замело снегом. Впереди серьезные морозы. По информации Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, сегодня и завтра югорчане ощутят январскую тридцатку. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Сильный северо-восточный ветер. Ночью температура может доходить до минус 25. Теплее всего в Кандинском районе. Завтра картина примерно такая же. Только ветер изменит направление на западное. А ночью столбик термометра опустится уже до минус 28 градусов. Днем ожидает минус 6,11. А вот днем в субботу потеплеет. Температура будет стремиться к нулю градусов и даже чуть выше. На минувшей неделе в Югре закрыли практически все зимники и ледовые переправы. А уже в начале следующей специалисты МЧС начнут взрывать лед на Аби и Иртыше. Это делают для того, чтобы во время ледохода на крупных реках не возникло заторов. Сейчас, в середине апреля, водоемы наиболее опасны. Солидная доля всех трагических происшествий на водных объектах приходится именно на весенний период. Рыбаки, забыв об инстинкте самосохранения, с азартом проводят время у лунок. Не отстают от них и любители снегоходов. В любое мгновение они рискуют оказаться под водой. Сотрудники МЧС призывают югорчан быть внимательными и не подвергать свою жизнь пустому риску. Сейчас наступает самый опасный период нахождения людей на водных объектах. Особенно рыбаки проводят время свободное. Мы предупреждаем население о коварном весеннем льде, так как структура льда меняется. Есть промоины, проталины. Также у нас погода резко меняется. Ночью 18, днем до нуля и плюс плесовой температуры. Если рыбаки выходят на лед по своей необходимости, то просим их соблюдать там же, где они проходили. Ни в коем случае не намечать новых маршрутов. Юный талант из Донбасса, возможно, смогут обучаться в Центре искусств для одаренных детей Севера. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с труппой Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бравуна. В Ханты-Мансийске артисты подвели итог гастролей по Югре, а также обсудили с главой региона возможности дальнейшего сотрудничества. Это и формирование межрегиональной гастрольной карты, а также получение дончанами образования по направлениям хореография и вокал на базе Центра искусств для одаренных детей Севера. Напомним, что театралы из Донецка были на гастролях в Югре и покорили сердца зрителей из Сургута, Когалы, Маньягани, Югорска и Ханты-Мансийска. А накануне после встречи дали концерт за победу в Ханты-Мансийске. И еще у вас есть фестиваль малых форум, да, мизансцена. И я полагаю, что мы найдем возможность и направим, если примете наш театр обско-угорских народов, для участия в вашем форуме. И мы были поражены оснащением площадок, насколько все сцены готовы, насколько все обустроено, насколько все комфортно, а самое главное профессионально. Все площадки просто, ну вот, мне никто не даст соврать, начиная с технического оснащения, заканчивая персоналом всех театров, филармоний, заведений. Встреча состоялась в день 200-летнего юбилея Александра Николаевича Островского. К слову, один из спектаклей Донецкого театра поставлен по пьесе великого русского классика. Речь идет о постановке «Наливные яблоки». Гостей из Донецка приветствовали участники и организаторы международного театрального фестиваля «Островский» в доме Островского.